доброе утро дорогие друзья доброе утро в эфире утро с иконой и я рада вас приветствовать на очередном выпуске сегодня я решила выбрать для нашей встречи образ который на этой неделе опубликовали мы в сообществе в качестве поздравления с днем космонавтики поскольку название этого генографического типа очень созвучно данному празднику образ христос космократор он не эта иконография не так широко известна как пандократор она не так часто употребляется но тем не менее в ней очень много глубины смысла и она просто очень красиво на мой взгляд и конкретная мозаика на примере которой мы сегодня в этом поговорим также очень выразительно и интересно и это это мозаика этот образ он вызвал довольно большой интерес у вас вопросы в комментариях тоже были очень такими разнообразными и я подумала что будет здорово ответить на них вот так в рамках очередной встречи утро с иконой ну а если у вас есть еще какие то вопросы да возникают по поводу этого образа то также задавайте их в комментариях я с удовольствием на них отвечу и давайте уже посмотрим на само изображение вот здесь картинка может быть мелковата но на чуть ниже если вы пролистаете в сообществе там есть отдельное изображение где вы можете найти и увеличить покрупнее посмотреть да эту эту мозаику но в принципе все основные элементы здесь также видны и первое что я хотела вас спросить сохраняя традиции до наших утренних обсуждений вот если вы уже писали в комментариях ранее то я в принципе комментарий эти открыл я туда посмотрю но если вы еще не комментировали да что здесь вам кажется необычным в этой иконографии в этом изображении вообще в этой мозаике что вот больше всего обращает на себя ваше внимание и здесь нет какого-то единого правильного или неправильного ответа мне интересно именно вот что цепляет вас условно говоря а я пока немножко расскажу об истории этой мозаики о том месте где она находится мне посчастливилось видеть эту мозаику вживую находится она в равене это италия замечательный небольшой такой городок где сохранилось очень много памятников раннехристианского времени в частности конца пятого и шестого века они все выполнены такой можно сказать византийской манере эти мозаики поскольку в тот период как раз равена была под властью византийской империи и все эти мозаики они создавались соответственно скорее всего константинопольскими мастерами отсюда и уровень мастерства высокие манеры исполнения но опять же если говорить о манере исполнения здесь также очень четко прослеживается еще скажем византийская манера как продолжение античной традиции они как ну как бы римские мозаики там эпохи они тоже они в общем близки византийские римские потому что в этот период еще христианское искусство наследует античную традицию и она довольно таки едино по своей манере и по характеру изображений так вот церковь это датируется шестым веком и мозаики соответственно тоже и она такая очень знаете такая торжественная можно сказать да вот за счет сохранившихся мозаик мозаики сохранились не по все не во всем храме а только частично и вот больше всего сохранилась в алтарной части то что вы перед собой видите это как раз мозаика в конхе то есть в своде алтаря как бы надо ну надо алтарем да мозаик вот чуть ниже под изображенными фигурами вы видите арки это окна да там дальше окна идут алтарные апсиды фон мозаики выложен золотой смальтой и конечно в живую он переливается просто фантастические смальта укладывается обычно таким образом что ну вот если это в духе классической смальтовой мозаики то укладывается эти кусочки смальты таким образом чтобы они были чуть-чуть под разными углами то есть не образовывали такую знаете кафельную поверхность как плитка в ванной а наоборот специально чуть под разными углами но плюс когда смальта колется они эти кусочки они не имеют прям четких знаете таких заводских форм и вот за счет вот этих разных углов когда падает свет то получается очень живописная такая живая поверхность она знаете такая как эфирная такая то есть когда ты смотришь на это и особенно когда ты двигаешься по храму да и либо свет двигается да там солнце в окнах то вот это вот поверхность мозаичная она прям живет и особенно это ярко ощущается на золотых поверхностях да вот где золотой фон золотые какие-то элементы загляну ваши комментарии а потом продолжим уже по иконографии ух как и рада вас видеть то вижу что образ вас заинтересовала очень рада что не зря его выбрала вижу вот ирина пишет изображение господа как совсем молодого человека ксюша пишет что сюжет в целом интересен да он правда очень интересен мне очень нравится изображение господа и что за люди вообще стоят да сейчас с людьми кстати тоже разберемся люди как бы они относятся скорее конкретному сюжету конкретные мозаики в сан-витале в равене но то есть они не входят в основу иконографии христос космократа но мы сейчас все эти границы проведем про христа писать не буду небо похоже на на то какое было на образе санта мари маджора да кстати очень тонкое наблюдение лилия действительно небо здесь тоже такое пламенеющее вообще такое небо характерно для раннехристианских мозаик надо сказать очень живописное и христос и одежда и композиция оксана пишет спасибо друзья давайте разбираться прям по порядку начнем с центральной фигуры это конечно фигура христа и здесь он действительно изображается молодым человеком но этот образ нельзя отнести их типу эмануил потому что эмануил это все-таки христос в образе младенца либо у отрока в данном случае перед нами не младенец и не отрок перед нами такой молодой человек классической внешности с короткой стрижкой без бороды это очень такой хрестоматийный тип римского гражданина по сути да потому что мы помним да что бороды они были или там длинные волосы это такая барварская традиция ну или традиция там покоренных народов а вот римляне они как правило носили подстриженные волосы и не носили бороду данном случае вот мы как раз видим именно такой типаж и это очень естественно потому что христианство ранее она меньшей степени озабочена какой-то точной портретной передачей черт христа тем более что ну как бы при жизненных портретов документально подтвержденных их вы не известно и скорее всего их и не было конечно же учитывая все аспекты традиции фотографии тоже еще не изобрели как бы прям в деталях как выглядел христос ну кто же знал да то есть это общее предание она сохранилась но подробности не были известны ну и не известно второй аспект заключается в том что христианам принципе не так важно это было им важен был скорее тип скорее характер изображения да что-то такая благородная внешность передана здесь поскольку это царь небесный владыка вселенной в данном контексте конкретно вот в данной конкретной иконографии и в раннем христианстве как раз есть два ключевых типа изображения которые оба опираются на античную изобразительную традицию это тип юпитера когда христос как раз изображается с бородой это как раз вот вседержитель которую мы с вами смотрели помните санта-пуденциана такой на троне вседержитель дающий закон да вот он с бородой с удлиненными волосами также так в античности изображали юпитера и вот этот образ он очень хорошо лег в основу одной из иконографии причем который стал наиболее популярной затем до христа а вот другой тип который вы здесь видите перед собой можно так в общем охарактеризовать как типа полона как такой прекрасный молодой бог до прекрасный молодой бог здесь ну как бы этой терапинологии ни в коем случае не нужно пугаться и думать что это какое-то проникновение язычество христианство нет это не так это чисто использование изобразительного языка и ну заимствование изобразительной традиции не более того то есть перенесение смыслов языческого мира переосмысление в христианском духе и вот здесь как раз такой тип авалон он перед вами и в ранне христианскую эпоху он в принципе вплоть до периода иконоборчества то есть до 7 8 веков он был практически в равной степени популярен также как и вот более привычный нам тип когда христос изображается бородой с длинными волосами и в некоторых памятниках и в некоторых некоторый период времени он более популярен вот именно такой характер изображения христа но нам сейчас конечно это выглядит необычно непривычно и довольно интересно если мы посмотрим с вами на одежды христа то вот на данном фото они выглядят коричневыми конечно из игры света но по сути это пурпур подразумевается они такие знаете красно-коричневые и здесь подразумевается что они пурпурные мы с вами знаем что пурпура это одежда только очень знатных и очень богатых людей во первых в силу дороговизны во вторых в силу определенных правил использования цвета в одеждах той эпохи и здесь конечно таким образом подчеркивается вот это вот особая значимость этой фигуры в изображении мы видим золотой клав на плече но второго клава мы не видим потому что он скрыт гематием плащом да здесь есть хитон гематии да и на хитоне мы видим эту полосу клав и на краю гематия буква которая очень интересно что особенно в современном контексте в инстаграме написали что что означает букву z на одеждах христа я честно говоря даже внимание не обратила большого но скорее всего это буква n просто из-за того что ткань повернута да она нам выглядит как буква z но я уже говорила что до сих пор исследователи так и не пришли к единому мнению что означает все вот эти буквы на краях одежда или это вообще не буквы а просто знаки хотя ансамбиль похоже на буквы на краях одежда христа апостолов здесь у ангелов тоже кстати есть такие элементы на краях видите они на г похожи нет единого мнения продолжаю копать может быть в иностранной литературе что-то найду но пока мне не удалось найти вот чего-то такого знаете убедительного доказательного что христос держит в руках его левая рука держит свернутый свиток вот был вопрос да что это такое похоже на флейту да кстати сильно похоже на флейту на самом деле это свернутый в трубочку свиток то есть это вот та же самая идея что мы видели на других изображениях это учение которое он даровал миру это новый свиток нового завета и здесь он так выдержит как бы опирает о колено свое а в правой руке он держит венец это по сути такой красивый лавровый венок украшенный богато украшенный венок венец славы и в данном случае таким венцами награждали победителей да победителей в спортивных состязаниях триумфаторов так далее да венчали в античности мы с вами знаем да вот это вот традиции лаврового венка но в данном случае это конечно мученический венец и он имеет отношение к изображенной по правую руку от христа фигуре святого сразу справа ангел да и этот ангел он подводит ко христу святого в таких богатых одеждах от того времени видите очень такие красивый плащ которым святой покрывает свои руки это мужчина это мученик виталий в честь которого собственно и этот храм да которому посвящен этот храм сан виталия в равене да храм святого виталия и вот этот святой виталий он здесь изображен и венец который христос держит руках это мученический венец которую он вручает святому виталию таким образом вот это вот показано да здесь что это мученик и кстати вот да нам с вами привычно видеть на иконах признак мученичества это крест в руках святого здесь ничего подобного мы не видим здесь как раз в эту эпоху либо пальмовые ветви бывают характерным признаком либо вот такие венцы либо и то и другое но вот в данном случае как раз венец который причем еще не на святом не у него в руках а который он готовится принять от христа принять с почтением ведь он покрыл даже своей руки плащом по левую руку от христа другой ангел подводит к христу еще одного человека и с этим человеком очень интересно можно смотреть много интересного подчеркнуть из его изображения из надписи следует собственно откуда мы знаем что святой виталий и по поводу с другой фигуры тоже откуда мы знаем тут все очень просто видите над них головами надписи и они довольно хорошо читаются поэтому все очень очень достоверно это епископ это епископ местный который судя по тому что он держит в руках который как раз и участвовал создание этого это постройки этого храма потому что он как раз подносит модель этого храма сейчас этот храм он там оброс дополнительным каким-то контрфорсами но в целом основа она выглядит именно так и вот подносит собственно модель этого храма христу как в дар до в дар христу и что здесь интересно это епископ как я уже сказал но обратите внимание на его кстати что это я тут сегодня все говорю и говорю давайте у нас 15 минут уже прошло но мы обычно чуть-чуть выходим за рамки чтобы пообщаться поэтому напишите вот вот это епископ я вам сказала да это епископ перед вами видите вы что-то для себя необычное вот в изображении этого епископа что вот именно если уже не на христа посмотреть она епископ а я гляну вообще может что-то еще там вижу в комментариях незнакомые предметы да про предмет как раз поговорили земля такая вселенная цветущая да сейчас сказать скажу что символизирует и есть есть в этом символика вообще тут все очень цветущие на самом деле если же вы увидели то там еще вокруг такие орнаменты просто преисполненные всевозможных элементов причем такие многоцветные это такая феерия золотые цвета это мозаика это это потрясающее зрелище и если даст бог все таки возможность бывать в европе у нас сохранится и у вас будет возможность когда-нибудь посетить раввену обязательно ей воспользуйтесь потому что эти мозаики стоят того сам город как бы он не большой сейчас городок ничего такого особенного но вот эти памятники их-то много ну храмов с мозаиками 6 века и они конечно незабываемы бороды тоже нет пишет алексей да и не вижу нимба он не святой да смотрите здесь нет нимба правда у епископа да поскольку здесь это по сути просто изображен но реальный человек он еще на момент изображения не святой больше похож просто на монаха да причем на западноевропейского вот в нашем понимании да да посмотрите во первых обращать на себя внимание отсутствие бороды конечно и короткая стрижка нам сейчас епископ мы сейчас епископов как-то совершенно иначе себя представляем а вот здесь мы видим традицию того времени да мы видим как раз вот по епископу мы можем чем здесь ценно это изображение мы по нему поскольку это отсутствие нимба нам лишний раз это подчеркивает что это либо прижизненный либо вскоре после там смерти да ну вот по крайней мере это современное изобрет тому времени современное да изображение епископа мы на основании его можем узнать делать выводы как одевались как выглядели епископы в ту эпоху и вот мы видим отсутствие бороды дам короткую стрижку также а еще посмотрите вот этот вот коричневая одежда который сверху на нем это по сути филонь это древняя форма филони сейчас мы привыкли что-то три за священников филони епископы тогда тоже носили филони они не носили сакасы и вот эта вот риза она вырезана вот здесь спереди да чтобы руку было удобнее да руками орудовать а древняя филонь она была одинаково по длине что спереди что сзади то есть это был такой круглая ну как по сути круглый отрезок ткани с вырезом для головы посередине плащ такой и вот именно такую филонь длинную и менее удобная на самом деле чем то что есть сегодня мы здесь перед собой видим но вот еще здесь обращает на себя внимание амофор вот смотрите какой он узкий тоненький такой узкая тонкая белая лента ну и нижняя одежда она как бы тут видна только виден только подол а вот как раз филони амофор и прическа да вот физиономические черты епископа они очень любопытные и отличаются от того что мы знаем сегодня и так наглядно нам иллюстрирует традицию той эпохи ну и почему же все-таки космократор давайте завершая нашу встречу почему же космократор об этом я писала в той публикации поэтому я бы не стала сейчас много внимания этому уделять но косма как определить вообще что перед нами именно космократор христос здесь сидит на сфере сфера это изображает вероятнее всего все-таки неземной шар поскольку мы с вами помним да что вообще четкие представления о земле как о шаре они не сразу сформировались но представление о мире как о сфере оно существовало и в античности о мире в целом о вселенной то есть изображать вселенную через круг шар и вот этот шар это по сути символ вселенной в данном случае христос здесь изображается как такой владыка вселенной до космоса поэтому косму кратер кратер владыка косма да все мир вселенной косма кратер и такие изображения встречаются чаще всего в монументальной живи все редко на именно на иконах вот как отдельных предметах дата на доске чаще на стенах все-таки потому что они имеют такой более космический масштаб космический смысл но встречаются однако больше такого большого распространения как спас на троне как господь-свидержитель эта иконография не получила возможно к сожалению не получила потому что в ней мне кажется есть своя красота и своя глубина что касается пейзажа вокруг и вообще вот этой всей феерии цвета и и цветения вокруг таким образом передана красота божьего мира и красота рая по сути это рай это по сути царство небесное и в принципе для раннего христианства в целом характерен вот такой радостный приподнятый тон изображений такой знаете супер приподнятый я бы сказала потому что но очень-очень яркие краски очень много таких вот всяких мелких деталей там птицы животные цветы какие-то фрукты рок изобилия всевозможные красоты природы они просто изобилуют в частности в этих мозаиках и как я уже сказал в ранне христианском искусстве в целом и данная мозаика она не исключение надеюсь сегодняшний экскурс наберегая теплой италии понравился вам и этот тип христа космократера теперь будет вам более близок и знаком ну а на этом мы будем завершать сегодняшнюю встречу гляну еще разочек комментарии вот оксана пишет смотрю изображение понимаю как сложно мне его воспринимать как влияет сложившийся годами образ согласна оксана действительно традиция в которой мы растем она очень влияет на восприятие это совершенно нормально и я вот могу но это опять же такая штука гибкая потому что я когда стала глубже изучать в целом да вот традицию христианского искусства на протяжении всего времени существования церкви то вот мне сейчас уже не непривычно да но когда я первый раз знакомилась с этим образом не было ну супер непривычно да кстати крещатый нимб здесь тоже присутствует и обратите внимание он здесь еще без букв а просто украшенный такими жемчугами драгоценными камнями ксюша очень понравился образ да мне тоже он очень нравится я рада что нам отозвался каждый человек это микрокосмос да вот эта глубокая мысль здесь тоже может вполне быть увидено ксюша предлагает завтра разобрать вход господин в иерусалим мне кажется хорошая идея поскольку впереди этот праздник и если вам интересно я думала его разобрать но почему-то я так и забеспокоилась что все и так все про него может быть знают и может быть это не очень интересно но я буду завершать трансляцию а если не сложно вы в комментариях напишите кто в записи тоже будет смотреть как вы за рассмотрение входа господни в иерусалим если да то я вечером подготовлю картинку анонс и мы с вами поговорим завтра об этом образе отличная идея ксюша спасибо большое всего вам доброго друзья хорошего дня и до новых встреч спасибо что были сегодня со мной пока